Йоу, всем привет! Сегодня снова с вами я, Пётр Саранча, Хелиум. И в сегодняшнем видео я расскажу о том, как я делаю и тренирую пэкс-снейр. Я пэкс-снейр могу делать таким коротким или могу делать его таким более протяжным. Расскажу для начала, как его делать, вдруг кто-то не знает. Пэкс-снейр это когда вы в себя вот так делаете губами изо всех сил. Если ты никогда его не делал, то поначалу будет некомфортно и непривычно. Ну то есть движение такое странное. Вообще пэкс-снейр один из моих самых нелюбимых звуков, потому что он такой неестественный по расположению. Но когда ты начнешь делать этот звук, сначала тебе придется столкнуться с таким сопротивлением и будет не очень удобно. Но со временем начнет получаться. И чтобы сделать этот звук круче, нужно запомнить два действия, два шага. Во-первых, нужно пэкс-снейр опускать как можно ниже. Вот таким образом. То есть ты как бы опускаешь его вниз и тем самым как бы расслабляешь, делаешь его таким более широким. Это первое. И второе. Попробуй делать такой громкий вдох, чтобы у тебя получалось такое шипение, шум. Вот так. То есть ты как бы вдыхаешь через губы и говоришь в себя такой слог типа То есть два шага делать его ниже и стараться вот это шипение растягивать. Вот это шипение можно выточить буквально за два месяца. Оно станет таким громким, отчетливым. И еще один момент очень важный. Пэкс-снейр лучше всего тренировать в связке с другими базовыми звуками. То есть не вот так по отдельности, да? А делать в связке с какими-то, ну, какие-то комбинации. Например, самая простая. Нужно пэкс-снейр стараться растягивать и как бы связывать с другими звуками. И со временем ускорять. Мне с бочкой удобнее делать. Можно взять связки посложнее. Например, Например, Кто-то legendает. Кто-то на whistlesкой и как вы Ну и по своему опыту могу сказать, что чтобы пэкснейр круто звучал на расслабоне, на расслаблении, да, без напряга его делать, его нужно очень хорошо размять. То есть, если хотите, чтобы он у вас звучал мягко, естественно, ну, лично мне 30-40 минут нужно делать с ним какие-то связки, какие-то биты, то есть, сходу он у меня идеально никогда не получается, вот, поэтому, ну, это такой звук, не очень удобный, но если его правильно натренировать, то звучит круто. У меня все, если будут вопросы, пишите. Всем пока!